Это Жужа, небольшой беспилотник, который придумали и собрали в детской инженерной школе. И возможно в будущем эта Жужа станет моим личным помощником на съемках. Все, что снимает закрепленная на беспилотнике камера, тут же передается на специальный экран. В инженерной школе на базе Центра технического творчества постоянное движение. Изобретения ходят, ездят и летают. Педагоги и их подопечные готовятся к открытию технопарка «Кванториум». Днем они будут работать по пяти направлениям. Беспилотные летательные аппараты, наземная робототехника, перспективные космические аппараты, виртуальная дополненная реальность и IT-технологии. А также хай-тек-цех со станками и 3D-принтерами для изготовления экспериментальных моделей. Здесь уже будут готовые кадры для предприятий инновационного малого бизнеса. Это будут проекты совместные с университетами, с реальным сектором экономики. Это научно-производственные предприятия, с которыми у нас уже подписано соглашение. Сейчас в инженерной школе занимается почти 300 детей. В будущем технопарке смогут учиться в два раза больше юных ученых. Причем бесплатно с ними будут работать педагоги Центра технического творчества. Среди них и ученые со стажем, и недавние студенты. Все прошли специальное обучение в Москве. Всегда в любом деле нужна практика и куча фоновых знаний. Это какие? Ну вот, например, чтобы легко заниматься скульптурой, нужно, чтобы в крови сидели знания композиции, например, понимание пропорций. Нужно, например, если мы делаем какие-то органические объекты, нужно знать анатомию животных, людей и прочего. Сначала теория, потом практика. Дети в ускоренном темпе будут с нуля изучать программирование, аэродинамику, схемотехнику и другие дисциплины. Затем сами будут собирать модели. От игрушечных роботов до космических спутников размером в небольшой кубик. Они изучают примерную компоновку квадрокоптера. После чего они уже могут перейти, когда они научатся, поймут, что это, как, и научатся управлять данным аппаратом. Они уже могут перейти к своим проектам, ну вот такого типа, например. Вот это уже может для доставки небольших грузов или каких-то исследовательских деятельностей подходить. Кванториум – всероссийский проект, работает уже в нескольких регионах. Для Самары Космической он необходим, чтобы развивать и технологии, и кадровый потенциал. Технопарк Кванториум откроется в сентябре. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.